10 приемов, которые могут помочь вам недорого справиться с повседневными проблемами в автомобиле. Прием 1. Увеличьте радиус действия брелока вашей автомобильной сигнализации, удерживая ее прижатой к вашему подбородку. Современные ключи от автомобилей снабжаются устройствами для дистанционной блокировки дверей, пуска двигателя или открывания багажника, которые работают на определенных радиочастотах. Разумеется, удобство тесно связано с риском взлома, однако старые сигнализации менее подвержены опасности внешнего воздействия, что является неоспоримым преимуществом. Но у подобных устройств есть и недостаток, частоты, на которых они работают, сильно подвержены внешнему электромагнитному воздействию, что не предусматривает большой радиус их действия. К счастью, существует простой и дешевый способ исправить этот недостаток. Этот хак позволяет использовать ваше собственное тело в качестве внешнего антенного устройства, многократно усиливающего интенсивность радиопередачи. Довольно забавно, но открытие рта при повороте головы в сторону автомобиля еще больше способствует достижению желаемого эффекта. Наилучшие результаты были достигнуты в том случае, если у брелока имеется открытый металлический элемент либо он смонтирован в одном корпусе с ключом. При такой конструкции, прикладывая к своему телу именно стальной элемент, обеспечивается должный уровень проводящей способности, что дополнительно усиливает сигнал. Конечно, чудес не бывает, поэтому данный метод будет работать только в случае прямой видимости вашей машины. Прием второй. Паркуйте свой автомобиль так, чтобы капот был направлен в восточном направлении, это облегчит прогрев морозным утром. Зима может быть весьма суровой как для водителя, так и для его автомобиля. Ежедневный холодный запуск может оказаться весьма проблематичным занятием, а использование размораживателя для стекол – существенной статьей расходов. В большинстве бюджетных моделей нет функции обогрева стекол, поэтому ежедневный запуск, прогрев и их очистка занимают много времени. Конечно, современные средства позволяют легко справиться с этой проблемой, но при тщательном планировании ее можно и вовсе избежать. Если у вас есть возможность выбирать направление парковки, а выезжаете вы уже после восхода солнца, то описанный метод идеально подойдет. Хитрость заключается в том, что оставляя свой автомобиль на ночь в направлении востока, вы обеспечиваете ему максимальное количество тепловой энергии солнца после его восхода. По крайней мере, этого вполне достаточно для того, чтобы растаяла корка льда на лобовом стекле и вы могли без лишних промедлений выезжать в путь. Прием третий. Используйте пластиковый контейнер в качестве мусорного ведра. Иногда создается впечатление, что бюджетные автомобили проектируются вообще без учета потребностей человека. В них нет подстаканников, мест для хранения мелких предметов, а о приеме пищи или жидкости вообще речь не идет. Хранение отходов от вышеописанных процедур для большинства автомобилистов является серьезной проблемой, а стандартная пепельница с данной функцией попросту не справляется. К счастью, в любом супермаркете вы можете приобрести специальные маленькие мусорные пакеты или использовать пищевой контейнер для хранения сыпучих материалов. Для максимального удобства поместите пакет внутрь контейнера и складывайте в него мусор, что избавит вас от необходимости его мыть. Прием четвертый. Используйте ВД-40 для удаления следов краски, битума или царапин. Широко известное средство, получившее неофициальное название «жидкий механик», имеет множество способов использования в автомобиле. Помимо смазывания скрытых узлов и механизмов, его можно использовать для удаления следов краски, битума и даже маскировки царапин. Стоит, правда, отметить, что последний способ может не работать в случае применения зеркальной окраски, а также может привести к повреждению красок на резиновой основе и виниловой пленке. Для того, чтобы оценить эффективность ВД-40 в конкретном случае, необходимо распылить его на небольшом участке поверхности и протереть слегка увлажненной тканью. Это средство также обеспечивает блеск резиновых элементов при его нанесении. Краску, а также следы от резины вполне можно удалить, используя ткань, слегка смоченную дизельным топливом. Достаточно эффективен и бензин, но его стоит использовать с осторожностью, поскольку это может навредить лакокрасочному покрытию. Некоторые хаки содержат рекомендации по маскировку глубоких царапин с помощью лака для ногтей, однако мы не советуем этот метод, поскольку вы никогда не подберете оттенок в тон вашему автомобилю. Пятый, используйте устройство для удаления скобок степлера для добавления ключей в кольцо. Добавление или извлечение ключей из специального кольца брелока может быть весьма проблематичным и сопряженным с риском сломать ноготь. Однако, весьма распространенное устройство для удаления скоб от степлера может оказаться весьма эффективным. Благодаря его применению вы не рискуете пораниться, используя отвертку или нож. Прием шестой. Избавление от наклейки при помощи мокрой газеты. Посещение другой страны или региона может быть связано с необходимостью размещения на стеклах автомобилей специализированных наклеек. Это касается и весьма распространенного способа рекламы или приклеивания объявления о продаже транспортного средства. К счастью, существует простой и эффективный метод избавиться от этого элемента, с помощью газеты, пропитанной теплой водой, положенной поверх наклейки. Это позволит размягчить клей до нужной консистенции и легко удалить его со стекла. Липкие остатки вполне можно снять с использованием лезвия от бритвы. Прием седьмой. Продольная трубка, против сильных ударов двери. После долгого рабочего дня, паркуя свой автомобиль, вы можете невзначай распахнуть его двери на всю ширину для того, чтобы комфортно выбраться из-за руля, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. И вместо заслуженного отдыха вы получаете испорченный кузовной элемент. Мы предлагаем простой и эффективный метод противостоять данной опасности, который прекрасно подойдет даже в том случае, если вы паркуетесь на подземной стоянке, где у вас нет возможности что-либо изменять. Вы можете использовать разрезанную продольно гибкую трубку, наклеенную не стену в месте потенциального контакта с распахнутой дверью, чтобы предотвратить жесткий удар и появление сколов или царапин. Прием восьмой. Подвесьте теннисный мяч у противоположной отворот стены вашего гаража, чтобы облегчить плотную парковку. Если ваше парковочное пространство сильно ограничено, а в автомобиле нет ни камеры заднего вида, ни парктроника, смело используйте старый, но не менее эффективный прием, подвешенный теннисный мяч. Благодаря его массе, а также мягкой поверхности он позволит держать шнур в натянутом состоянии и не повредит краску автомобиля при контакте. Способ этот весьма прост. Подвесьте мяч у наиболее опасной при парковке стены на то расстояние, которое является минимально допустимым для размещения автомобиля. Сам мячик должен висеть на уровне наиболее выступающего кузовного элемента, чтобы сразу же отклонить шнур при опасном сближении со стеной. Стоит отметить, что леска и тонкая нить не подойдут, поскольку именно по положению подвеса, вы и будете оценивать опасность сближения. Также можно отмерить расстояние от стены до вашего лобового стекла и подвесить мяч таким образом, чтобы он касался его поверхности при оптимальном размещении автомобиля. Но в этот случай вы получите предмет, который постоянно будет висеть в центре вашего помещения. Прием 9. Дешевый автомобильный органайзер. Для размещения мелких предметов в автомобиле и их надежной фиксации на рынке предложено множество специализированных полочек и креплений, однако их стоимость весьма велика. Можно, конечно, использовать и специальные крючки в багажнике, но это тоже не всегда удобно. Для того, чтобы решить эту проблему, вполне подойдет органайзер для обуви, который вы можете приобрести в любом супермаркете. Он изготовлен из плотной ткани и способен выдерживать значительный вес. Повесив это устройство на заднюю сторону вашего автомобильного кресла, вы получите удобную полку для размещения мелких предметов. Недостатками данного способа являются потери эстетической привлекательности салона, а также риск кражи, поскольку размещенные там вещи будут видны практически всем. И, наконец, десятый прием. Устранение запотевания стекол и улучшение сцепления на скользком покрытии. При определенных погодных условиях, запотевание лобового стекла может оказаться серьезной проблемой, справиться с которой будет вовсе не так легко. Для борьбы с этим явлением неплохо подойдет обычный чистый носок, внутрь которого вы поместите свежий наполнитель для кошачьего туалета. Разместив этот предмет у основания лобового стекла, вы обеспечите прохождение воздуха из отопителя через него, что удалит избыток водяных паров и обеспечит интенсивное высыхание и улучшение обзора. Кроме того, для того, чтобы предотвратить сырость в салоне, тканевый мешочек с наполнителем можно оставить в салоне при стоянке. Стоит также помнить, что в последующем его содержимое неплохо подойдет для того, чтобы высыпать его под буксующее колесо автомобиля и тем самым повысить сцепление на скользком покрытии или рыхлом снегу.